И в 35 еще молодежь. На базе Чебоксарского филиала Ранхикс прошло обсуждение проекта федерального закона о молодежи и молодежной политике. За круглым столом студенты, лидеры молодежного движения, республики, члены молодежного правительства и общественной палаты. На повестке актуальный вопрос. Обсуждение проекта федерального закона о молодежи и молодежной политике. Сейчас в стране не существует единого закона в этой сфере, поскольку свои нормативные акты в этой области имеют большинство регионов страны. Варьируется и возраст молодежи. В 78 субъектах Российской Федерации закона о молодежной политике не существует. Но та же интерпретация возраста у каждого субъекта своя. Где-то 30, где-то 35. Каждый сам подходит. Но мы все понимаем, что для дальнейшего развития в единой концепции, в единой системе нужны определенные общие подходы непосредственно. Мы надеемся непосредственно на то, что сама молодежь поможет в разработке данного законопроекта. Почему? Потому что мы как юные государственные служащие и чиновники, куча всего делается для молодежи. Это гранты президента, куча-куча-куча на самом деле всего. Но с другой стороны, насколько это максимально использует сама молодежь. Новый законодательный проект считает молодежью граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Таким людям будут гарантироваться льготы при поступлении в ВУЗы, приеме на работу, участии в общественной деятельности, а также субсидии на жилье. Участники круглого стола высказали свои предложения по отдельным статьям законопроекта. В частности, все поддержали идею, чтобы увеличить верхнюю возрастную границу до 35 лет.